Спасибо. Теперь я буду рад предоставить слово Марте, и она нам расскажет более подробно о Притцкерской премии. Добрый день. Для меня очень приятно быть здесь. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить фонд Фридриха Ноймана и Гараж за щедрость и за возможность провести это мероприятие. Это потрясающее здание. Мне очень приятно быть с вами. Мне хотелось бы извиниться, что я не говорю по-русски. Вы, наверное, слышите, что я говорю с американским акцентом. Я говорю по-английски и по-испански, но я говорю только на этих двух языках. Поэтому извините, что буду говорить по-английски. И я буду стараться как можно кратче изъясняться, как можно более лаконично и понятно, потому что такая форма общения предполагает также диалог. Как я уже сказала, принимающий стороне являться американцем дает тебе возможность быть очень открытым и честным. Поэтому я буду рада ответить на ваши вопросы, каким бы они ни были. И постараюсь это сделать как можно искренне. Итак, как вы видите, название немного изменилось здесь, но мне нравится вот это слово «старкетект», «звездный архитектор». Я расскажу вам немного о Притскеровской премии. Меня просили рассказать о процессе выбора архитектора по критериям премии, которые включают служение обществу и сооружения. Я буду говорить о вот этом явлении, о феномене звездных архитекторов, то, что называется «старкетект», какое они влияние имеют на сообщество. Также расскажу о трудностях, с которыми сталкиваются архитекторы. Но прежде чем начать, я хотела бы вас спросить, кто является звездным архитектором? Давайте посмотрим. Кто эти люди? Слева или справа? А здесь кто звездный архитектор? Архитектор-звезда? Есть какая-нибудь здесь связь? А здесь кто является архитектором-звездой? А здесь? Да, Брэд Питт, конечно же, поддерживает архитектуру. Он много сделал для Нового Орлеана. Но, конечно же, здесь Рафаэл Монео архитектор. И, как вы знаете, есть огромное количество разных премий, которые возникают в сфере архитектуры. И мне хотелось бы начать с истории Притткеровской премии. Она была учреждена в 1979 году мистером и миссис Притткер. Я не знаю, известно ли вам что-то о семье Притткеров. Это бизнес-семья. Они заработали первое состояние в сфере гостиничного бизнеса. Им принадлежит сеть гостиниц Хаят. У них также множество других компаний. И вот такая традиция филантропии в США привела к тому, что они очень много жертвовали различным организациям. И Карлтон Смит, который был человеком Ренессанса, у него нет особой славы. Он был из Иллинойса, и Джей Карлтон Браун, который был директором Национального музея в Вашингтоне. И они обратились к семье Притткеров с просьбой учредить архитектурную премию. И они уже обратились к господину Гетти, но Гетти отказался, сказал, что ему это неинтересно. А вот семья Притткеров согласились. И почему они это сделали? Потому что для них был очень важен дух благотворительности, филантропии. И, кроме того, законодательная система налогообложения поддерживает эти начинания. И, кроме того, они поняли, что они смогут поддерживать вот такого рода инициативу, которая приведет к достижениям в сфере искусства. Цель Притткерской премии имеет две стороны. Во-первых, признается сооружение, которое было создано, которое показывает искусство архитектуры. То есть, рассматривая, здесь рассматривается индивидуальный талант, человеческий вклад в сферу архитектуры. И также изучается эстетическая сторона. А кроме того, служение человечеству. Это очень важный фактор, который отражен в этой премии. Итак, вот вы видите официальную формулировку, и здесь подчеркивается значительный вклад в искусство архитектуры и общество. Итак, почему Притткерская премия так популярна, и так много людей знают о ней, однако не всегда известно, кто получил премию империалия или золотую медаль. Премия империалия вручается в Японии представителям разных областей искусства, в том числе архитекторам. Эта статья была опубликована в издании Аркинект, и в 1979 году не так много внимания уделялось архитектуре в прессе. Не было никаких обсуждений на общественных форумах, касающихся архитектуры. И именно благодаря тому, что это был правильный момент, возникла эта премия, потому что люди хотели знать, что происходило в их городах, в их сообществах. Поэтому это было хорошее время для учреждения этой премии. И второй момент. Возникло вот это выражение. Нобелевская премия в архитектуре. Я не знаю, кто придумал этот лозунг, но как же это умно, сказать о Притскеровской премии, что это является Нобелевской премией в архитектуре. И если говорить о процессе отбора, то этот процесс очень похож на процесс отбора Нобелевской премии. И 100 тысяч долларов в 70-е годы, конечно же, это была большая сумма, но не сравнится с миллионами, которые являются денежным призом в Нобелевской премии. И, тем не менее, это говорит о том, что эти архитекторы делают что-то серьезное для общества, для людей. И, как я уже упомянула, были учредители этой премии, семья Притскеров. Я полагаю, что они понимали ценность архитектуры. И здесь два изображения гостиницы «Хаят» в Питч Три Центре в Атланте, в Джорджии. И это 70-е годы, здание архитектора Кортмана. Это было впервые, когда в гостинице появился атриум в центре и лифты. И здесь использовалось много зеркал и стекла. И я хотела бы вас спросить, вы бывали в гостинице, где был бы очень просторный атриум и огромные лифты? Я уверена, что многие из вас скажут, да, но, тем не менее, эти здания были первыми. Эта тенденция стала очень популярной. И вот такая идея строительства гостиницы расширялась, распространялась по всему миру. И мистер и миссис Притскеры, основатели, понимали, что архитектура действительно является искусством, которое способно поменять наше восприятие мира и наш опыт. Помимо того, они понимали важность вклада в сообщество, в развитие нашего общества. Понятно, что нам всем нравится получать признание в сфере деятельности, где мы работаем, потому что действительно, Притскеровская премия говорит о том, что вы получите известность, о вас будут говорить в средствах массовой информации. Итак, что же это за процесс? Это процесс открытой номинации. Я рассылаю где-то 200 имейлов каждый год летом. Раньше я делала это вручную, отправляла письма, ходила на почту. Теперь, конечно же, с электронными технологиями использую имейлы. Я обращаюсь к директорам музеев, блогерам, критикам, к разным специалистам, которые любят архитектуру, которые знают архитектуру, у которых может быть своя точка зрения, и которая нам поможет. И я спрашиваю, как вам кажется, кто должен быть номинирован на Притскеровскую премию в следующем году, и на какие работы стоит обратить внимание жюри, например, каких вы молодых архитекторов знаете, которые работают в вашей стране или в вашем регионе, на которых стоит обратить внимание. Далее, есть также номинации, которые поступают без запроса. То есть это означает, что любые архитекторы, которые имеют лицензию на свою деятельность, могут номинировать кого-то. И я могу сказать, что я никогда не спрашиваю на регистрацию, никогда не спрашиваю копию диплома, поэтому если кто-то здесь есть среди аудитории, который хотел бы свое предложение внести, то у меня есть имейл, и я буду рада получить ваше предложение. Это может быть ваш брат, дочь, сын. Понятно, что я очень внимательно изучу ваше предложение. Но, с другой стороны, я могу сказать, что вот один архитектор... Очень интересно с ним произошла история. Один архитектор позвонил моей предшественнице и спросил, я вот хотела узнать о процессе номинации, можно ли архитектору номинировать себя, самого. И да, моя предшественница сказала, да. Он сказал, да, меня зовут Гордон Баншефт. И он получил эту премию, правда, не в тот год, а позднее, в будущем. Поэтому, если вы считаете, что вы удовлетворяете нашим критериям, можете номинировать себя самого. Кроме того, наша премия основана на реальной работе. То есть, в отличие от многих других архитектурных премий, жюри никогда не выбирает лауреата на основе фотографий. Члены жюри должны увидеть настоящее здание, которое было построено архитектором, для того, чтобы оказать поддержку этой номинации, этому номинанту. Как выразился один из членов жюри, он сказал, мы это делаем, потому что так много хороших фотографов в мире, но не так много прекрасных зданий. И вот каждую неделю, ежегодно, жюри отправляется в разные страны, в разные регионы мира, для того, чтобы увидеть построенные здания. Например, бывает так, что жюри бывает в разных регионах, но не то, что, например, в один день в Москве, второй в Пекине, третий где-то еще. Очень важно выработать понимание архитектуры, увидеть, познакомиться с контекстом, потому что само здание невозможно оценить, не зная контекста, местного контекста. Поэтому мы выбираем один регион мира и едем туда. Мы не говорим, что вот мы приезжаем в Москву на следующей неделе, пожалуйста, подготовьте для нас все необходимое. Мы это делаем тихо, и мы им не просим архитекторов нас сопровождать. Я имею в виду архитекторов из этого региона. Мы не просим авторов сопровождать нас, потому что у жюри должна быть свобода выражать свое мнение открыто, так, чтобы на них не оказывали влияние архитекторы, принимающие участие в дизайне тех или иных зданий. Далее премия имеет церемонию, и вот вы видите церемонию, которая проходила в Нью-Йорке с левой стороны, а справа – это церемония 20 мая в Токио. Три каталанских архитектора, которые получили приз-скорбскую премию в этом году, император и императрица Японии. Это очень торжественная церемония. 300-400 человек участвуют в этом церемонии награждения, устраивается ужин, прием, но понятно, что самое главное – это лауреаты. Я могу сказать, что мы стараемся быть эффективными и экономными, потому что я работаю парт-тайм, я являюсь деканом архитектурной школы, школы архитектуры и дизайна, и у нас только один человек, который отвечает за коммуникацию. То есть я пользуюсь телефоном и компьютером, поэтому со мной можно связаться в любой момент. Если говорить о жюри и о составе жюри, то это жюри состоит из экспертов. И вот очень интересно проследить, кто был членом жюри. Вот, например, члены жюри в 2016 году, которые выбрали трех каталонских архитекторов. Жюри меняются иногда. Как минимум, член жюри остается членом жюри в течение трех лет. То есть они должны нести ответственность за свои решения. Мы должны следовать определенным процедурам, должны обеспечить некую стабильность. Тем не менее, время от времени члены жюри меняются. К нам присоединятся Ван Шу и Андре Куре Долаго, который является послом Бразилии в Токио. Он также является куратором и экспертом в сфере архитектуры 20 века в Бразилии, Нимай и Дакоста. Это вот интересный график. И здесь самое главное, конечно же, не имена, но если вы увидите жюри, то вы увидите, что представители жюри не являются архитекторами. Они могут быть кураторами, могут быть издателями. Также среди них есть и практикующие архитекторы, филантропы, бизнесмены. И я могу сказать, что Антата, который получил архитектурное образование, тем не менее, является бизнесменом. И мне сейчас хотелось бы рассказать о Стивене Брайере, который является членом Верховного Совета. Он несколько лет присоединился к жюри, он не имеет архитектурного образования. И я помню, что когда он стал членом жюри, он мне позвонил, потому что понятно, что я делаю всевозможное, чтобы служить членом жюри. И он спросил меня, что я могу сделать для жюри. У меня нет никакого опыта в сфере архитектуры. Какой вклад я могу внести? И мы очень долго беседовали, и я объясняла, что вы можете представлять точку зрения клиента. Вы работаете в Верховном Суде в Бостоне. Вы можете отражать общественную точку зрения. И он попросил меня прислать список литературы. Я ему направила материалы. И на первом собрании членов жюри он молчал, мало что говорил. И если говорить о дебатах, об обсуждении жюри, то понятно, что каждый отстаивает свою точку зрения. Они пытаются убедить друг друга в своих аргументах. Пытаются убедить друг друга в своих доводах, чтобы поддержать того или иного архитектора. И иногда это бесконечный процесс. Мы движемся как будто по заколдованному кругу и не можем принять решение. И потом Брайер сказал, вы знаете, что нам нужно сделать? Мы должны сейчас по очереди суммировать свою позицию в течение одной минуты. И давайте посмотрим, что получится. И вот мы двигались от одного члена жюри к другому. У всех были разные точки зрения. И потом мы посмотрели и поняли, что очень важно вдумчиво отнестись к предложению Брайера. Потому что потом он сказал, давайте теперь задумаемся о том, что сказал другой человек. И люди начали смотреть друг на друга, улыбаться, потому что очень важно было прислушаться друг к другу. И только благодаря этому мы смогли принять решение. Именно этим занимается жюри. Итак, это действительно сильная премия, и поэтому она до сих пор остается актуальной. И прежде чем мы начнем говорить о звездных архитекторах, мне хотелось бы рассказать о премии в целом. Притскерская премия основана на экспертном мнении. Именно эксперты принимают решения. Если посмотреть, как меняется общество, мы увидим, что в различных сферах экономики подчеркиваются идеи, независимо от того, откуда они поступают. Идеи, которые способны решать проблемы. И, пожалуй, самыми интересными премиями являются премии, которые поддерживают инновации. Это могут быть робототехника или системы мобильности, когда очень важны сами идеи, которые лежат в основе тех или иных инициатив, а не человек. И в Притскерской премии это тоже свойственно, потому что если посмотреть на процесс развития, то здесь всегда подчеркивалось послание, которое она несла для общественности. Если посмотреть на победителей, на лауреатов премии, это в основном люди, которые создали какие-то канонические знания. Однако, если посмотреть на последние достижения, например, если посмотреть на Глена Мёркета или Шиге Рубана, он подчеркивает использование простых материалов для временных зданий, например, в ответ на природные катастрофы. Если посмотреть на Ван Шу, который стал лауреатом из Китая, как он использует традиционные материалы современными способами, или, например, на трех лауреатов этого года, как они внимательно относятся к своему местному контексту, действительно, архитектура дает возможность решить какие-то проблемы и действительно помочь человеку. То есть, вот в этом направлении развивается наша премия. Ну, давайте посмотрим, также, были ли какие-то негативные аспекты. Я просто сейчас пролистаю тех архитекторов, которые стали лауреатами премии. У нас было 43 лауреата. Мы отпраздновали 39 лет существования премии. Понятно, что очень много премий критикуют от того, что премия скорее создает этих звездных архитекторов. Ну, вот посчитайте, сколько из них является такими звездными архитекторами. А я полистаю. Спасибо. 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 И интересно, например, стали ли они звездными архитекторами до того, как получили премию, или после? Спасибо. Спасибо. Ну, вот скажите, сколько, например, кто согласен, что там 5 или менее звездных архитекторов? От 5 до 10 звездных архитекторов. Кто поддерживает эту точку зрения? 10? Может быть, больше? Говорите. 12. 12. Еще? 25? Кто считает? Может быть, их 25? Итак, 22. О, какая щедрость. Итак, что же представляет собой это понятие звездного архитектора? Если мы посмотрим на блоги, журналы, академические издания, нет консенсуса, когда возник этот термин. Однако консенсус достигнут в том, что это является негативной такой меткой, потому что они становятся похожи на звезд кино. И очень часто их называют так, потому что их интересуют деньги, погоня со славой, мода. Многие стараются создать что-то уникальное. Многие считают их эгоистическими, потому что, да, они создают какие-то фантастические здания, канонические сооружения, но это лишь позволяет им достичь более высокого статуса. Действительно, это прекрасная картинка для фотографий, но больше за этим ничего не стоит. Однако, если посмотреть на литературу и статьи о звездных архитекторах, то можно сказать, что 90% упоминаний вот этого термина используются в уничижительном смысле, в негативном смысле. Я думаю, что архитекторы, пожалуй, страдают намного больше от славы. Понятно, есть спортсмены, есть актеры, актрисы, которые тоже страдают от славы. Но почему архитекторы страдают больше всего? Из-за самой природы архитектуры. Что представляет собой природа архитектуры? Я хотела бы поделиться рассказом про Стэнли Тайгер, который поддерживал музей и работал в Чикаго. Он сказал, что чем более функциональное искусство, тем меньше оно ценится, а чем более бесполезное архитектурное искусство, тем больше денег привлекает оно, и тем больше властью обладает. Например, вот в моем музее действительно у нас были средства, и если говорить о музейной архитектуре, то ниже шла скульптура, потом текстиль, и только потом архитектура, потому что по ней можно было ходить. То есть архитектура имеет утилитарное применение, утилитарную функцию, и вот из-за этого архитектура становится более подверженной критике. Может быть, так и должно быть. Итак, возвращаясь к термину звездного архитектора, этот термин возник в 80-е годы, но нужно помнить, что вообще это явление, превращение архитектора в звезду, не было новым. Допустим, давайте вернемся в 17 век, вспомним итальянского скульптора Брунина, который также был архитектором, да, он был известным человеком, знаменитостью. Он себя продвигал через разных клиентов, привлекал меценатов, постоянно говорил о своей архитектуре. Или, например, Фрэнк Ллойд Райт, который был архитектором 20 века в Америке. И вот вспомните, у него были длинные белые волосы, он ходил с тростью. Если посмотреть на его частную жизнь, он был очень ярким. Про него можно писать роман. Не знаю, правда, это будет история любви или какой-то таинственный рассказ. В 30-е годы на балу Бозарт в Нью-Йорке, это бал изящных искусств, люди наряжались, и вы видите, например, здание Крайслера здесь, это один из нарядов, или, например, музей города Нью-Йорка с правой стороны. Если говорить о блогах и публикациях, которые появляются сегодня, это очень популярные архитектурные международные блоги. И вот Питер Айзенкен, Дэвер Либискин, и вы видите, что эти блогеры насмехаются над ними. Вот еще здесь представлен также Аджае, его выставка скоро будет открыта здесь в гараже, и вы увидите, правда ли это или нет. Если посмотреть на обложки журнала «Тайм», это очень популярный американский журнал, который издается с 23-го года. 20 миллионов людей читают этот журнал. И вот с 23-го года до 90-х годов 15 архитекторов появлялись на обложках этого журнала. И особенно в 60-е годы было шесть обложек, которые были посвящены архитекторам. Вот Фрэнк Ллойд Райт с правой стороны, Ле Курбузье, Бакмистер Фуллер и Филипп Джонсон в 1979 году. И его здание, которое он спроектировал для Манхэттена. И он получил пресс-кировскую премию в тот год. Если не говорить о роли Хенри Луса, который был директором этого журнала, конечно же, он пропагандировал и популяризировал архитектуру. Он сделал две вещи. Иногда он поддерживал архитекторов, которые были уже известны, которые пользовались признанием. А с другой стороны, он также и обращал внимание на менее известных архитекторов и писал о них. То же самое делает и Притцкерская премия. Иногда мы подчеркиваем надежду будущего. Например, в случае с Фраем Отто мы показываем, какой вклад они внесли в самом конце своей карьеры. И также Фрэнк Ллойд Райт, например, о нем было написано 236 статей в 20 веке. И они были опубликованы в журнале «Тайм». Сейчас обычно публикуются статьи о каких-то инновациях, но это лишь отдельные статьи, и они не являются монографиями о работах отдельных архитекторов. И здесь я хотела бы отметить пять факторов – глобализация, технологии, рост цен, а также роль критиков в этом обсуждении и клиентов. То есть глобализация стала очень популярной темой. Если рассматривать процесс глобализации, когда Фрэнк Герри построил Гугенхайм в Бильбао в 90-х годах, то здесь говорилось о том, что искусство может путешествовать в любую часть света и создавать сооружения, которые имеют свой собственный индивидуальный стиль. Например, в Китае сейчас очень много западных заимствований, и два архитектора, которые пытаются действительно трансплантировать западные здания в другую часть мира. Технологии тоже оказывают большое влияние на архитектуру, поскольку они являются новым инструментом. Это не просто инструмент, но и действительно он открывает двери и позволяет создавать новый дизайн, работать с разными формами, принимать разные решения, которые были невозможны в прошлом. Иногда это можно сделать намного быстрее с использованием новых материалов, с проведением новых экспериментов. И иногда новые возможности могут действительно быть шокирующими. Именно поэтому архитекторов обвиняют в том, что они пытаются просто привлечь внимание к своей персоне. И если говорить о критиках и премиях, архитектура стала темой, которая волнует публику. И, возможно, это произошло из-за Притскерской премии, но также это связано и с критикой в прессе. И коммуникации, которая развивается с использованием блогов и других интернет-ресурсов. Например, один из критиков в Нью-Йорк Таймс в 2000-х годах, он использовал свою позицию для поддержки определенной точки зрения в сфере архитектуры и, соответственно, проводил определенную линию, поддерживая канонические здания. Клиенты также играют очень важную роль в восстановлении звездных архитекторов. Не всегда такие звездные архитекторы делают это намеренно. Сооружения звездных архитекторов, которые вы видите здесь, стараются учитывать функции, контекст, особенности местного сообщества. Тем не менее, определенные клиенты возлагают свои собственные требования к определенным датам, подчеркивая определенное послание, которое они хотели бы донести. И, кроме того, точка зрения, что одно здание может изменить экономику города или, например, здание станет новым символом города. Конечно же, это ошибочная точка зрения. И я приведу примеры статьи из Wall Journal в 2013 году. Говорилось о том, что здесь здания, которые создаются известными архитекторами, становятся более популярными, потому что привлекают больше денег по сравнению с менее популярными архитекторами. То же самое сказано и в исследованиях зданий, которые были проектированы лауреатами Притскеровской премии. И здесь результаты свидетельствуют о том, что после того, как архитекторы получили премию, цены на недвижимость очень сильно возросли. И действительно, клиенты очень часто влияют на эту ситуацию. Но также она распространяется и на политиков. Политики любят архитекторов, которые уже известны, которые стали своего рода брендом, которые зарекомендовали себя, которые имеют мощную репутацию. И я, например, участвовала в процессе отбора или в процессе какого-то конкурса. И очень часто клиенты хотят работать с теми архитекторами, которые уже достигли каких-то достижений, которые, например, уже спроектировали 10 библиотек. Они так открыто и заявляют, что я хочу работать с архитектором, который был лауреатом Притскеровской премии, потому что они скорее ориентируются на прошлое, чем на будущее в процессе принятия решений. Кроме того, сами архитекторы не прочь стать этой системой, этой звездной системой, потому что тогда им не приходится участвовать в конкурсах, они больше не являются уязвимыми героями. И мы видим, что одни и те же архитекторы фигурируют в шот-листе в различных конкурсах и строят самые выдающиеся сооружения в том или ином городе. Я не знаю, согласны ли вы с этой классификацией. Эта классификация была предложена одним из авторов статей. Итак, кто же создает этих звездных архитекторов? Архитектор, клиент, пресса, Притскеровская премия или другие награды, люди, общественность. И ответом будет все эти участники. Однако здесь нужно задать более широкие вопросы. Это концепция, это понятие звездного архитектора. Хороша ли или плоха для архитектуры в целом? Здесь, пожалуй, ответ не так прост, как кажется. Сейчас мы переживаем развитие технологий. И не всегда легко принять обоснованное решение. Как оценивать то или иное сооружение или, например, новую стратегию городского развития? Нужно рассматривать это с разных точек зрения и понимать, что ответ не будет черным или белым. Нельзя сказать, что это знаменитые архитекторы, а это неизвестные архитекторы. Здесь будут разные оттенки серого. И общественность в самом широком смысле понимает, что может участвовать в общественном дискурсе. И необходимо понимать все эти нюансы. Звездная архитектура иногда становится просто брендом или символом власти денег, позволяет людям заработать деньги или получить большинство на выборах. Я считаю, что главная цель архитектуры – это создавать безопасные здания, которые лучше всего бы выражали дух времени и место, позволяли отвечать современным потребностям и требованиям передвижения в городе. Архитектура помогает создавать города, которые открыты и имеют демократический характер. И архитекторы должны нести ответственность за сохрану окружающей среды в процессе проектирования и построения зданий. И если они это делают, то действительно они способны сослужить хорошую службу. С какими бы клиентами они ни работали, с частными лицами или правительствами, они служат долгосрочным интересам и действительно служат человечеству. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Спасибо большое, Марта. И все-таки я бы хотела вас уточнить. Significant contribution to humanity – значительный вклад в человечество. То, что написано в формулировке Притцкеровской премии. Есть ли какая-то уставшаяся концепция в жюри, что же это такое? То это ваше заключение, которое вы сейчас сказали, какой должна быть архитектура с вашей точки зрения. Является ли эта формулировка тем, что вкладывает жюри в это значительный вклад в человечество? Спасибо. Отличный вопрос. Жюри начинает обсуждать каждый год с того, что произошло в этот год, обсуждать состояние архитектуры. И затем, как бы, в первом приближении обсуждают то, что важно для человечества. Это меняется из года в год. И это происходит, потому что члены жюри являются такими же людьми. У них субъективная точка зрения. Они стараются взглянуть на мир как с объективной, так и с субъективной точки зрения. И эта точка зрения постоянно меняется. Например, когда был выбран Мёркет в качестве лауреата, там подчеркивалась охрана окружающей среды и неустойчивое развитие. В этом году, например, обсуждались вопросы вот такого неоднозначного времени, вопроса национализма, защиты границ, миграции. Какой посыл несет архитектура? И если смотреть на трех лауреатов в этом году, как раз вот служение человечеству является примером коллаборации, сотрудничества в этой сфере. Кроме того, победители интегрировали архитектуру в местный ландшафт. То есть архитектура здесь воспринимается как часть мира, а не просто то, что делает архитектор в одиночестве. И также, если вы прочитаете формулировку жюри, то там было написано, лауреаты дают нам возможность, что архитектура может носить как местный характер, локальный характер, так и глобальный или международный характер. То есть это связано как с индивидуальной идентичностью, с конкретным местом, но также иметь универсальный характер. То есть действительно здесь чувствуется уважение к отдельному человеку и к обществу в целом. И я не думаю, что мы увидим еще лучше формулировку жюри, потому что, конечно же, жюри не может просто заявить, что вот служение человечеству будет выражаться в построении сотни тысяч домов для людей. Но, тем не менее, вот сейчас действительно учитывается более широкое воздействие архитектуры. То есть действительно есть такая тенденция при Скорбинской премии почти 40 лет. И есть ли вот эта тенденция к перевесу в сторону вклада в человечество? Если мы посмотрим на лауреатов 2017 года, 2016 года, Алехандро Аравена, который стал известен, конечно, он делал много прекрасных вещей, прекрасных зданий, но известен он стал именно своим социальным жильем. Это его самый известный проект в широкой публике. Или Шигерубан, который, как мы знаем, прославился своей временной архитектурой, то есть той архитектурой, которая необходима, как вы сказали, когда что-то такое происходит, внезапные катастрофы, наводнения, цунами. Но при этом формулировка вклада в человечество была с самого начала. Вот есть ли вот эта тенденция смещения в сторону человеческого от иконического? Вклад в человечество в самом начале, наверное, толковалось по-другому. Я точно не знаю. Там подчеркивалось, скорее всего, качество архитектуры, прежде всего, и создание публичных мест, публичного пространства. Я могу отвечать только за тот период времени, когда я работаю здесь. И о роли архитектора, и социальный вклад архитектора сейчас ценится намного выше. Я могу сказать, что жюри, конечно же, подчеркивает качество архитектуры. Никогда не будет выбран архитектор, который создал какое-то экологическое здание, и это является единственной ценностью этого здания, если он ничего не достиг в том, что касается качества архитектурного сооружения. Жюри старается анализировать архитектурное сооружение с разных сторон, потому что архитектура включает в себе не один аспект, а множество аспектов. Поэтому все они должны учитываться в то же самое время. Да, это должно быть нечто красивое, и здесь рассматривается и творческий подход, и сотрудничество, но качество архитектурного сооружения всегда там было и будет. Плюс добавляется социальная роль и влияние, потому что я не знаю, в каком направлении это будет развиваться. У меня нет права голоса, как в жюри. Но вы это все анализируете, поэтому именно вы можете отдать какой-то свой анализ, наблюдайте и за соблюдением процедур. Кстати, очень интересно, вы рассказали, как работает жюри, и что жюри должно прийти к единому решению, то есть это не голосование большинства, и необходимо убедить каждого члена жюри в едином решении. Ну, это удивительно и кажется очень правильным. Такой вопрос, какое из тех решений, которые вы застали, было самым сложным? Принятие единого решения. Я не могу сейчас раскрывать какие-то разговоры, но я поделюсь двумя историями. Правда, я не хочу, чтобы это вы писали в твиттер. Например, когда мы говорим о членах жюри, иногда самые сильные архитекторы не являются сильными членами жюри, потому что они, например, не являются игроками, командными игроками, им трудно работать в команде, или они не очень ясно изъясняются. Если мы говорим о духе сотрудничества, то все мы побеждаем. Однако, если, например, член жюри старается защитить свою точку зрения, тогда приходится начинать процесс переговоров. Но в этом процессе всегда кто-то проигрывает. Пожалуй, самое сложное собрание жюри и бывает, когда-либо люди не могут сформулировать свою точку зрения и просто стараются вести переговоры, а не работать сообща на основе сотрудничества. Я могу сказать, что всегда есть очень бурные дебаты. И второй комментарий, который я могу сделать, Допустим, если мы проследим историю луиатов, они были разного возраста. Мы, члены жюри, не смотрят на возраст, на пол, на географию. Если, например, кандидат очень молод, возникает вопрос, может быть, лучше дать премию более зрелому архитектору или более молодому. И действительно, иногда они обсуждают эти вопросы. Например, Ван Шу победил в один год, кто-то другой в другой. Эти архитекторы разного возраста, и я считаю, что это хорошо. То есть, с одной стороны, мы рассматриваем потрясающие примеры, и действительно, у более молодых архитекторов, которым около 40 или 50 лет, тоже получают эти премии. И это дает им больше возможностей в будущем. А как вам кажется, вот этот метод стопроцентного принятия решений применим еще где-то, кроме притскеровского жюри? Вы являлись членом разных саммит, то есть жюри разных конкурсов. Бывает ли это еще где-то? И в какой еще сфере, как вам кажется, вообще возможен этот принцип принятия решений? В идеале, я считаю, что этот принцип вполне уместен в любых сферах в ходе принятия решений. Этот принцип используется в жюри премии притскеров, потому что, допустим, члены жюри остаются членами жюри несколько лет. Допустим, если я принимаю участие лишь всего один раз, я приезжаю, принимаю решение и уезжаю. Например, решение могло быть плохим, но что поделаешь. Но прелесть притскеровской премии в том, что людям придется вновь встретиться на следующий год и еще через год. То есть им придется взаимодействовать друг с другом достаточно продолжительное время. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы и в других конкурсах привлекали людей на продолжительный срок, потому что с момента принятия решения до построения здания и до потом сноса здания может пройти от десятка до сотни лет. И если вы встречаетесь всего лишь один раз для принятия решений, то, понятно, такое решение может оказаться несправедливым. Если мы говорим о более широком сообществе, где все должны будут согласиться с решением, возможно, это и невозможно. Но в жюри, которое состоит из совершенно разных профессионалов, и заседание жюри длится всего лишь один день. Поэтому нужно, во-первых, понимать цели, которые являются общими, и, с другой стороны, давать людям возможность принять участие в этом процессе. И члены жюри должны понимать, что их влияние будет влиять на жизнь людей в течение достаточно долгого срока. Поэтому они должны очень серьезно относиться к этому. То есть, насколько я понимаю, здесь очень важен личная ответственность и институт репутации. Еще я не буду очень долго говорить, хотя у меня, конечно, очень много вопросов к Марте. Я дам возможность задать вопросы вам. Но еще один очень важный вопрос. Вы сказали, что в 1979 году, когда была основана Притскеровская премия, архитектуре не уделяли много внимания в общественной сфере. Это было то самое время, когда стоило войти. А потом вы показали обложки журнала «Тайм». И их было довольно много. И это было, как вы сказали, связано с личностью главного редактора журнала. Он был склонен к любви, к архитектуре. Так вот, вопрос следующий. А, да, и еще также вы отметили, что о Фрэнке Ллойте Райте было 233 статьи в прессе. А сейчас нет. Вопрос следующий. С 1979 года, с 60-х годов, стало ли сейчас больше внимания в общественной сфере к архитектуре? И да или нет? И с чем связан тот или иной ответ? Пример журнала «Тайм» как раз подчеркивает героизм архитектора. То есть архитектор здесь предстает как герой, как творец. И это отражено на обложке журнала. Сейчас, в 80-е, может быть, в 90-е, и до наших дней. Об архитектуре пишут в ежедневных газетах, в блогах, в Твиттере, на Фейсбуке. То есть все больше и больше людей говорят об этом. Например, в 20-м веке было 236 статей о Лойде Райте. А сейчас, например, за месяц может появиться более 200 статей о Захе Хадид в мире. То есть если говорить о средствах массовой информации, сейчас это по-другому, и сейчас намного больше говорится об архитекторах и архитектуре. Я не могу говорить обо всех контекстах, но я могу сказать, что люди, которые живут в городах, должны иметь больше возможности высказываться о новых проектах. Они должны иметь право голоса и выражать свое отношение к различным инициативам, которые реализуются в их городах. А готовы ли в таком случае к этому вовлечению публики известные великие архитекторы, обладатели Притскеровской премии? Я постараюсь ответить на этот вопрос. Я не хочу избегать его. Я могу сказать, что любой архитектор, когда ему заказывается строительство какого-то здания или публичного пространства, любой хороший архитектор хочет получить как можно больше информации об истории этого места, о климате, о функции, о стремлениях, о надеждах, о политической ситуации, о культуре этого места, о потенциальных пользователях, кто будет использовать это место, или, например, о том, что будет в будущем, кто станет потенциальным пользователем. Если вот архитектор говорит, ой, нет, не надо мне ничего рассказывать, я все знаю, с таким архитектором никто не хочет работать, он никогда не станет победителем Притскерской премии. Каждый архитектор, который хочет создать что-то качественное, который хочет служить людям, понятно, что они будут прислушиваться ко многим голосам и постараются узнать как можно больше о том месте, где им предстоит работать. Друзья, у кого есть вопросы к Марте Торн? Пожалуйста. Прежде всего, я могу сразу сказать, что я не знаю, кто станет лауреатом Притскерской премии в следующем году, поэтому про это меня не спрашивайте. У меня такой вопрос. Много ли русских архитекторов номинируется на Притскерскую премию? В номинации все поступают ко мне, и я обычно представляю очень длинный список для жюри. Я никогда не говорю, кто сделал эту номинацию, я не говорю, сколько людей, например, выдвинули того или иного кандидата. Я не могу вам сказать сейчас какие-то конкретные цифры. Я, что я наблюдала в прошлом, может, где-то 5-8 лет назад, было намного больше имен из Восточной Европы и из Юго-Восточной Азии. Достаточно людей и представителей Восточной Европы, и надеюсь, что после этой встречи будет еще больше. А руют российские архитекторы. Я не могу никого отметить, потому что я должна занимать нейтралитет. Допустим, мне приходится направлять литературу, звонить, поэтому я не могу кого-то поддерживать или высказываться негативно, потому что это может быть расценено как влияние на жюри. Я не должна этого делать. У меня тоже. Короткий вопрос. Как вы выбираете членов жюри? Отличный вопрос. Я сейчас отвечу. Это искусство, а не наука. И в нашей организации мы стараемся достичь консенсуса. Например, когда какой-то член жюри говорит, что должен покинуть жюри из-за каких-то обязательств или по состоянию здоровья, тогда жюри может сказать, что вот, это был бизнесмен или архитектор. Кого стоит рассмотреть для того, чтобы заполнить эту вакансию. Например, Ван Шу к нам присоединился, а другой китайский архитектор отбыл. Мы обсуждаем с мистером и миссис Притскер, сейчас это Том Притскер, который является сыном основателя. мы встречаемся, мы обсуждаем ту или иную кандидатуру, потому что члены жюри должны иметь возможность встречаться лицом к лицу, путешествовать по миру. Им не оплачивается эта работа, оплачиваются только командировочные расходы, перелет, и не более того. И они должны оставаться в жюри в течение трех лет. Мы ищем людей, которые открыты, и нельзя, недопустимы такие ситуации, что вот кто-то говорит, что мне нужно сейчас выйти из состава жюри, потому что мой родственник участвует в конкурсе, и он должен победить. Ян Хун Чан два года назад подал в отставку, и его мы попросили остаться, пока не найдем подходящего кандидата. То есть это совместное решение, и мы должны прийти к согласию. У нас было пару случаев, когда люди выходили из жюри достаточно после недолгого времени пребывания, однако обычно они остаются в составе жюри не менее трех лет. И еще один вопрос про работу жюри. Вы упомянули один случай, когда в жюри был не архитектор. Были ли еще такие случаи? Да, конечно, очень много членов жюри, которые не являются архитекторами. Например, Стивен Брайер или Питер Коламбо. А кто они? Стивен Брайер, я уже говорила, член Верховного Совета. Питер Коламбо был председателем жюри. Он член Палаты Лордов Великобритании. И он является филантропом, который поддерживает архитектуру. Он владеет домом, построенным Миссом Ван-де-Роем. Кентак-Ноб, также владеет Кентак-Лойда, это здание Лойда в США. Кристин Райтес, которая является директором галереи в Берлине. Она была членом жюри несколько лет и лишь недавно вышла из состава. может быть, у нас есть и писатели, то есть совершенно разные люди, это не обязательно архитекторы. Мой вопрос касается архитектуры и власти. Некоторых архитекторов очень сильно критиковали за связи с авторитарным режимом. И, в частности, в западных СМИ критиковалась вот эта пирамида Нормана Фостера в Астане и также здание Заха Хадид, здание культурного центра в Баку, которое тоже подвергалось критике. То есть очень много зданий пришлось разрушить для того, чтобы реализовать этот грандиозный проект. И вот интересно, вот такие вопросы обсуждаются членами жюри, если мы говорим о влиянии архитектуры на жизнь человечества. это действительно произошло после того, как архитекторы стали лауреатами Притскеровской премии. Я пытаюсь вспомнить, что было. во-первых, жюри безразлично, что думают другие люди. Потому что жюри состоит из 7-8 сильных личностей, у них есть своя точка зрения. Была петиция на Change.org, где было вызвание пересмотреть свое решение. однако жюри ответило, что это решение принималось предыдущим составом жюри, поэтому как только принято решение, оно уже бесповоротно. я могу предположить, что если бы был архитектор, который находился в такой ситуации, которую вы описали, когда архитектор работает на авторитарный режим, это можно воспринимать как аморальное поведение. И я надеюсь, что в таком случае жюри принимало бы очень осторожно это решение, потому что члены жюри являются очень принципиальными людьми, они понимают, что происходит в мире. В частности, Брайер, для него очень важно главенство закона. Это просто бесспорно. Поэтому я не думаю, что лауреат притскерской премии будет работать с такими сомнительными целями. Еще вопросы? Хорошо, тогда еще вопрос от меня. В джуриситейшн Алекандра Аравена сказано, что особо отмечен его активизм. Вопрос следующий. Должен ли архитектор быть активистом? Как мы вчера говорили, и это моя личная точка зрения, я думаю, что всегда в архитектуре есть политический оттенок. И нужно понимать, что когда ты, например, строишь что-то в городе, меняешь территорию, ты влияешь не только на людей, которые будут жить здесь, но и оказываешь намного более широкое влияние, поэтому это есть. Кроме того, я считаю, что роль архитектуры в расширении. Мы больше не воспринимаем архитекторов как дизайнеров или строителей зданий. Они действительно создают города, где нам предстоит жить, где мы живем. И нам придется жить и создавать общее будущее и пожинать плоды работы архитектуры. и в третийх, если говорить о самых серьезных трудностях глобального порядка, с ними можно справиться путем улучшения системы образования в сфере архитектуры. Например, Алекандро Равену внес действительно положительный вклад в решение социальных проблем, например, как дать доступное жилье в Чили, как предоставить это доступное жилье. информацию из многих sources синтезизировать и анализировались альтернативы. И анализировались разные альтернативы. Обычно рассматриваются три сферы, потому что именно так мы воспринимаем пространство. И политики это не в состоянии сделать, доктора, писатели тоже не в состоянии этого сделать. педагоги возможно могут. То есть мало кто все это может свести воедино и представить это трехмерное будущее, будь то организация или стратегия или физическое пространство. Поэтому я твердо верю в социальную роль архитектуры и политическую и политическую контекст. И понятно, что архитектура никуда от этого не уйдет. Это моя личная точка зрения. Еще вопросы? Вы отметили отдельно, насколько это с вашей точки зрения важно, что Прискеровскую премию сравнивают с Нобелевской премией. Но вокруг Нобелевской премии тоже постоянно много споров и конфликтов. Премии по литературе или премии по экономике. Но, наверное, можно сказать, что эта премия отражает какую-то ту повестку дня, которая есть в этот момент и в обществе. Следи с этим вопрос. Как вам кажется, то, что в последние три года происходит с Прискеровской премией и что специально отмечается активизм или служение обществу, как в 2017 году, является ли это действительно отражением того, что происходит вне архитектуры и будет ли это дальше? Это трудный вопрос. Если отвечать на первую часть вашего вопроса, да, действительно, очень много дебатов вокруг Нобелевской премии, и то же самое происходит вокруг Прискерской премии, что это нормально. А теперь, если говорить про активизм, я не уверена, насколько я поняла. Я могу процитировать эту цитату. Алехандро Равена понимает социальную структуру общества, и это отражено в его практике и дизайне. Это важно для... Получается, это важно для жюри, если они пишут это в... Да, на тот момент это было очень важно для жюри, потому что они рассматривали его здания, посмотрели все его здания, изучили идею, идею полдома, то есть это касалось не только физического пространства, домов, которые он построил. Он смог изменить систему. создал метод для строительства дешевых домов для людей, которых низкий уровень дохода. Если ты строишь дом всего лишь 40 квадратных метров, в районе, который близко находится к городу, и все, что нужно сделать, это систему канализации водопровода. Это и делалось, и потом впоследствии эти семьи могут достроить, достроить стены, положить плитку и так далее, используя свои собственные источники дохода, свои собственные деньги. То есть таким образом это возможность, которая предоставляется человеку, и она намного шире, чем просто дом, потому что это может быть инвестицией, и это дает им возможность действительно что-то сделать. начинание, которое изменило правила игры, и поэтому в случае с Алехандро Аравэно это было очень важно. А если посмотреть на других победителей премии, то всегда послание может быть разным, не всегда активизм является самым важным, ведь мы отталкиваемся от конкретного архитектора и его работ. Да, конечно, существует то есть активизм А, хорошо, обязательно, извините. Несомненно, архитектурная ценность является тем, что неизменной вещью. Вопрос архитектурная ценность без вот этого вклада в человечество, вклад в человечество без эстетики понятно, мы не рассматриваем это в Притцкеровской премии, а вот рассматриваем эстетику без этики. Надеюсь, что не может быть эстетики без этики. Надеюсь, что никогда этого не будет в Притцкеровской премии. конечно, я, опять же, не могу говорить напрямую на наших совещаниях, на заседаниях. Я не имею права выражать свою точку зрения. Я никогда... У меня нет права голоса, но тем не менее можете быть уверены, что этика является очень важной частью обсуждения. Просто аспекты... Этические аспекты могут быть разные. Здесь не обязательно становиться некоммерческой организацией. Просто не каждый человек может внести вклад. У всех людей разный потенциал. Это зависит от человека. Но должны быть разные модели, и есть разные способы внести вклад в человечество. День добрый. В связи с тем, что у вас смещается фокус на этику, вы как-то начали ли по-другому думать о своей конкуренции? Понятно, что... Конкуренция среди премий, то есть вы переосмыслили ваше место политической премии на рынке премий? То есть насколько я понимаю... Начали ли вы об этом думать? Did you start thinking about competition in the prizes? Oh yeah, oh yeah. No, there is enormous competition among the prizes. правда, есть очень большая конкуренция среди премий, и я очень много думаю об этом. There is a new prize that was started at IIT, Illinois Institute of Technology, основал свою премию Архитектурная премия Америк, например, Притскерская премия не присуждалась американскому архитектору 12 лет уже, и в Канаде появилась премия Мориана, и денежная сумма составляет 200 тысяч долларов, то есть действительно эта премия является конкурентной Притскерской премии, и я показывала вам слайд в самом начале, где очень много премий перечислено. Премии появляются каждый день, и, конечно же, для нас очень трудно оставаться актуальными, и это означает, что все члены жюри должны обеспечивать актуальность своих решений, и публика не прощает ошибок, не прощает плохих решений, если появится какая-то премия, которая заменит Притскеровскую завтра, допустим, если вы решите основать такую премию, я могу сказать, делайте это, исходя из трудностей, с которыми мы сталкиваемся, не ищите отдельных людей, ищите команду, которая сможет предложить решение той или иной проблеме, будь то жилище, жилищное строительство, или глобальное потепление, или какие-то новые материалы, особо легкие материалы, например. Я думаю, что все дальнейшие достижения зависят не от одного человека, это действительно глобальная задача, и необходимо ее решать с помощью специалистов, которые являются междисциплинарной командой. Добрый день, спасибо большое за рассказ. У меня есть такой вопрос, в какой степени участники жюри, члены жюри обсуждают вопрос действия вручения премии кому-то, смотрят ли они на премию как на способ посылать какие-то сообщения о важных вещах, обсуждают ли они, сейчас надо было поддержать вот такую тему, или верим, что надо сказать вот это. И в частности это вопрос, вы несколько минут назад сказали, что стараетесь так прозвучало не выбирать, не приглашать жюри людей со своей повесткой, тогда как в течение довольно долгого времени, например, Аравена, который был членом жюри, человек определенно со своей повесткой, и можно было бы ожидать соответствующих решений. Я могу здесь сделать два комментария. Прежде всего, жюри рассматривает здания, созданные архитекторами, рассматривает качество здания и посыл, который оно дает. это исходные факторы. Жюри не делает так, что мы должны обратить внимание на устойчивое развитие, давайте посмотрим, кто там что построил. Нет, прежде всего исследуются доказательства или свидетельства здания. Само здание. Самые интересные здания имеют какую-то историю за собой и имеют очень глубокое значение, поэтому прежде всего анализируются и исследуются здания или сооружения. Затем исследуется послание, которое хотело бы передать то или иное здание, потому что каждое приличное здание должно нести какое-то послание. Иногда в прессе это не отражается, иногда нет достаточного места, потому что когда приходится описывать вот это послание, которое выражает здание, это не всегда легко сделать. Теперь, если говорить про Алехандро Аравена. был членом жюри, затем он ушел из жюри и после того, как он пробыл в жюри год, его номинировали на получение презии. И там было очень много критики, что да, он был в жюри, он очень много скорее всего говорил о себе. Я понимаю это. Наверное, стоило бы подождать два года жюри и только потом вручить ему эту премию. Но, с другой стороны, я могу отметить две вещи. Из своего опыта работы с жюри, в том числе, когда Алехандро Аравена был в составе жюри, я могу сказать, что он никогда не говорил о своих работах, никогда себя не продвигал. Он был членом жюри, прежде всего. жюри не получает никаких преимуществ от того, что назначат или номинируют одного из членов жюри. Поэтому здесь нет никакой... ты ничего не получишь. от этого. Просто жюри было убеждено, что это было самым лучшим решением в том, что касается архитектуры, послания и социальной роли. Да, они знали, что это решение будет критиковаться, но, тем не менее, они сказали, что нам все равно. Это наше решение, и мы готовы его поддержать. Я прошу прощения, просто это не совсем то, о чем я спрашивал. Когда я спрашивал про участие Аравена, я имел в виду, что его интерес к активистской архитектуре, к социальной архитектуре и так далее был всегда очень большим, и в какой степени человек с таким очень точным интересом к архитектуре, очень активной позиции, вписывается вот в эту программу всесторонней оценки независимости от моды, злободневности и так далее. Да, я думаю, вполне. Алехандро был в жюри 6-7 лет, и если посмотреть на лауреатов того периода, то вы увидите, насколько широкий спектр этих людей. Его интересуют совершенно разные аспекты архитектуры, и его интересует масса разных вещей. Спасибо, и, наверное, заключительный от меня вопрос. А вообще, как вы считаете, премии эти кому-то интересны, кроме архитекторов? Влияет ли это как-то на остальное общество? Это трудный вопрос, оставили вы на самый конец. Влияние трудно измерить, потому что иногда это совершенно непредсказуемая вещь. Допустим, если измерять влияние притскеровской премии через количество статей, появляющихся в средствах массовой информации, на телевидении, то эти объемы постоянно растут, но в принципе у нас объем коммуникации постоянно расширяется. Если, например, измерять количеством исследований, которые проводят разные ученые, влияние лауреатов притскеровской премии, делает ли они городскую архитектуру лучше, это очень трудно измерить. может быть, можно измерить стоимость здания, если оно построено лауреатом премии в сравнении с неизвестным архитектором. Я думаю, что здесь мы должны разделять ценность, которая ощущается сегодня, и ценность на долгосрочную перспективу. Если премия влияет на людей, которые принимают решения, даже если мы говорим лишь о сотне человек, которые приходят на церемонию притскеровской премии, но, тем не менее, если она влияет на точку зрения людей, если она действительно помогает сделать города лучше, сделать архитектурные сооружения более качественными или несет положительные послания, то это прекрасно. Я надеюсь, что притскеровская премия влияет на студентов, потому что доносит идею архитектуры, хорошей архитектуры, а не просто копирование или имитации. Например, если мы говорим о сфере образования, об открытости, к точке зрения общественности, она постоянно улучшается. Например, всегда проводятся лекции перед церемонией притскеровской премии, например, в Токио открытые лекции, на которые пришло 1300 человек. В следующем году церемония притскеровской премии пройдет в Чикаго. я прошу, чтобы эта церемония прошла в парке Миллениум, где здание проектировалось Фрэнком Герри, и там есть театр, который вмещает более 500 человек, и я надеюсь, притскерская премия не только влияет на архитекторов, но и на более широкую общественность в целом, потому что все больше людей участвуют в этом процессе, и мы надеемся, что мы сможем иметь продуктивный диалог о будущем наших городов, о будущем нашей окружающей среды, но это длительный процесс, архитектура, это очень медленный процесс, но я скорее бегу на марафонские дистанции, а не спринтер, поэтому будем продолжать работать. Продолжение следует... Продолжение следует...